Приветствую всех дорогие друзья, в этом ролике как всегда собраны самые интересные новости железа, поэтому досмотрите его до конца и не забудьте прожать мегагерцовый лайк. И только с вашего позволения я начну с тестов еще одной видеокарты Intel. Глава отдела маркетинга графического подразделения Intel поделился данными о производительности настольной видеокарты Arc A750. Согласно внутренним тестам компании, ускоритель на базе чипа ACM G10 до 17 процентов быстрее видеокарты RTX 3060 в разрешении 1440p. Выборка игр оказалась весьма небольшой и связано это с тем, что эти игры сейчас лучше других показывают себя на графике Intel. Причем представитель синих этого скрывать не стал и преподнес тесты как демонстрацию возможностей графики Arc при нормальной оптимизации ПО. В самих же тестах карта показала от 50 до 77 кадров в секунду при средних 60 в игре Cyberpunk на высоких настройках. Но к сожалению представитель Intel так и не поделился официальными техническими характеристиками A750. Согласно слухам в этой модели имеются 24 ядра XE и 12 гигабайт памяти GDDR6. Опотребляет она до 300 Вт, так как питается через 8 и 6 пин. Что же касается самой топовой видеокарты A770, то синие пока решили только показать ее эталонный дизайн. По сути он мало чем отличается от ранее показанной A750, а сама видеокарта также имеет 1 8 пин и 1 6 пин. Ну а надпись Limited Edition указывает на то, что видеокарта имеет эталонное исполнение синих и по имеющимся данным она будет в свободной продаже. То есть Intel не пойдет по пути зеленых, которые любят продавать свои Founders Edition только через избранные магазины своих партнеров. По своей же сути это самая топовая видеокарта на 32 ядра XE с 16 гигабайтами памяти, которая в теории должна побороться с RTX 3070. Запуск этой модели должен состояться в конце лета, но результатов теста Intel пока не раскрывает, так как карточка еще не вошла в стадию тестирования в играх. В любом же случае перенос нового поколения RTX 4000 играет синим на руку и у них есть немного больше времени для вывода своих продуктов. Довольно популярная утилита AIDA64 первой получила поддержку флагманской видеокарты RTX 4000. В свежей бета-версии четко сказано, что в утилиту добавлена информация о видеокарте RTX 4090 на чипе AD102. Причем по последней информации RTX 4090 появится первой, так что это вполне может объяснять, почему модель только одна. Помимо этого была добавлена поддержка недавно выпущенной GTX 1630 и ускорителя для центров обработки данных Hopper H100 с 96 гигабайтами памяти. Ну а на правах рекламы хочу порекомендовать вам мой новостной телеграм-канал, где также выходят новости про железо, а ссылочку на него всегда можно найти в описании или в закрепленном комментарии. Компания AMD поделилась информацией о том, как она тестирует и выпускает графические драйвера и ее подход немного отличается от Nvidia. По словам Красных, для своих внутренних тестов они используют 6000 уникальных конфигураций ПК. Это позволяет убедиться, что 99,95% пользователей не столкнутся с какими либо проблемами при использовании ПО компании. В 2021 году были выпущены 26 версий графического драйвера Radeon, имеющих сертификат WHQL. Последнее означает, что программное обеспечение прошло тестирование в лаборатории Microsoft на совместимость со множеством различных редакций Windows. Для сравнения Nvidia выпустила только 20 версий своих драйверов за тот же отчетный период. Однако следует отметить, что AMD обычно начинает релиз новой версии драйвера с выпуска бета-версии, а WHQL версия появляется уже позже. Компания Nvidia в свою очередь старается выпускать только сертифицированные версии, которые уже прошли все необходимые проверки. И на самом деле AMD никогда не объясняла, почему непрошедшие сертификацию драйвера, которые она обычно помечает как необязательные, опциональные или рекомендованные, выпускаются раньше финалок. И вот наконец-то AMD говорит, что не сертифицированные драйвера по качеству не уступают готовым решениям конкурентов. Однако геймеры могут получить доступ к новым версиям и фишкам еще до того, как Microsoft завершит их сертификацию. Еще одним из преимуществ AMD является выпуск единого драйвера для настольной графики, встроек и мобильных ускорителей. Тогда как Nvidia разделяет мобильные и настольные, а синие вообще разделили встройки от дискретных карточек. После успешного завершения одного из последних тестов перед обновлением эфира курс криптовалюты всего за сутки поднялся на 13 %. Напомню, что после обновления сеть резко сократит потребление энергии, а майнинг на видеокартах станет невыгодным. Тестовая подсеть Robston обновилась еще в июне, и тогда это была генеральная репетиция события The Merge, которая ознаменует перевод эфира на POS. Ориентировочный срок перехода последней тестовой подсети Goerly это 11 августа. И если этот процесс пройдет успешно, то обновление основной сети эфира могут наметить на 19 сентября. Таким образом уже в сентябре геймеры смогут отметить долгожданный переход эфира, но я думаю лучше пока не загадывать и дождаться официальной даты. Законные представители интересов Twitter требуют отсюда в Делавэре рассмотреть дело с Илоном Маском в срок до 60 дней, начиная с сентября. Но вот адвокаты Маска настаивают, что приступить к рассмотрению дела нужно не ранее февраля, и спешка оппонентов преследует цель скрыть правду о доле сомнительных учетных записей. По мнению стороны защиты, изучение данного вопроса потребует существенных затрат времени и экспертных усилий, а потому решающее заседание суда должно состояться не ранее чем 13 февраля следующего года. Судья же должна будет решить в ближайший вторник следует ли рассматривать это дело в ускоренном порядке либо согласиться на условия Илона Маска. Шестеро американских законодателей направили в Агентство по охране окружающей среды и Министерство энергетики письмо с предложением обязать майнеров отчитываться о потреблении энергии. Законодатели провели собственное расследование, в основу которого легли данные, связанные с семью крупными американскими майнинг компаниями. Как выяснилось, потребляемой ими энергии хватило бы для снабжения всех жилых домов в городе масштабов техасского Хьюстона. Таким образом авторы письма делают вывод, что индустрия майнинга в США представляет собой некоторую проблему с точки зрения энергетики и выбросов. А вот статистика в масштабах всей страны отсутствует, как и нормативно-правовая база, регулирующая данную отрасль. Группу политиков тревожит вопрос, способствует ли майнинг повышению углеродных выбросов и может ли отрасль вызвать рост цен на электричество. Майнеры же в свою очередь считают опасения необоснованными, прикрываясь чистой энергией или утилизацией отходов. Таким образом законодатели считают, что настала пора вмешаться федеральным ведомствам США и обязать майнеров отчитываться. На этой же прекрасной ноте сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и надеюсь поддержали прожатым лайком. Также отдельное спасибо всем, кто финансово поддерживает канал подпиской на бусте, переводами на карту или через спонсорство на ютуб. До скорого, друзья.